Эй, народ! Приготовьтесь услышать кое-что по-настоящему отрывное. ВВС США наконец подтвердили существование секретного SR-72 Darkstar. И это не байки из былых времен. С 2007 года про него ходили только слухи. А теперь у нас есть реальная инфа. Забудьте все, что знали о скорости. Потому что этот гиперзвуковой монстр собирается перевернуть небо с ног на голову. Хотите узнать, как и когда это произойдет? Все самое интересное впереди. В 2007 году мир узнал о новом амбициозном проекте компании Lockheed Martin — создании сверхскоростного самолета под кодовым названием SR-72. Информация о разработке SR-72 до сих пор остается строго засекреченной. Однако некоторые подробности уже просочились в публичное пространство. В отличие от своего предшественника SR-70, один Blackbird, который выполнял преимущественно разведывательные миссии, SR-70-2 будет сочетать функции разведчика и истребителя, что значительно расширяет его боевые возможности. Это сделает самолет гораздо более универсальным и востребованным. Что касается вооружения, Lockheed Martin заявила, что SR-70-2 сможет применять гиперзвуковые ракеты. Разработка гиперзвукового оружия в США идет полным ходом, и использование таких ракет на борту SR-70-2 станет возможным сразу после их успешного тестирования. Пентагон заинтересован в получении этой машины, который будет способен развивать невероятную скорость свыше шести махов или более 3900 миль в час около 6400 км в час, что сделало бы его одним из самых быстрых самолетов в истории, невидимого для радаров и других систем обнаружения. Для сравнения, SR-70 один Blackbird развивал скромные 2200-2700 миль в час. Новый скоростной рубеж, который должен преодолеть Даркстар, создает дополнительные трудности, о которых я расскажу далее. При достижении такой огромной скорости, как шесть махов, корпус самолета будет подвергаться сильному нагреву, достигающему температуры свыше 482 градусов по Фаренгейту. По расчетам независимых экспертов, внутренняя поверхность остекления кабины пилотов может нагреться до 248 градусов по Фаренгейту. Теоретически, кабина может быть оборудована системой охлаждения, чтобы обеспечить безопасность экипажа, хотя катапультирование на такой скорости может представлять серьезные риски. Однако, даже при решении проблем с перегревом остаются значительные сложности с обеспечением малозаметности самолета. Радиопоглощающие покрытия, используемые для снижения видимости на радарах, начинают плавиться при гораздо меньших температурах. К тому же, сильно разогретый самолет становится легкой целью для инфракрасных сенсоров. Даже если удастся справиться с этими проблемами, останется другая трудность. На гиперзвуковой скорости самолет создаст такую плотную струю воздуха, что его след станет видимым на обычных радарах. Конструкция фюзележа и крыла также требует особого подхода. Традиционные алюминиевые сплавы теряют свою прочность при таких температурах. Поэтому для SR-70 2 Darkstar придется создавать композитные материалы, включающие полимеры, керамику и металлы. Стандартные турбореактивные двигатели имеют ограничения по скорости, обусловленные особенностями работы вентиляторов. Даже для SR-70, один и других гиперзвуковых проектов ВВС США, разработчику двигателей Pratt & Whitney, пришлось создать особый двигатель J58, известный как турбопрямоточный. Это гибрид турбореактивного и прямоточного двигателей, где регулируемые конусы в воздухозаборнике замедляют поток воздуха перед камерой сгорания. Для SR-70 2 Darkstar потребуется еще более универсальный гибридный двигатель, способный функционировать как на дозвуковых режимах для взлета и посадки, так и на крейсерской скорости свыше пяти махов. Известно, что на SR-70 2 будет установлено два двигателя. Турбореактивные и турбовентиляторные двигатели подходят для обеспечения мощности на взлетно-посадочных этапах, но не способны поддерживать гиперзвуковые скорости. Реактивные двигатели, работающие на гиперзвуковых скоростях, непригодны для взлета и посадки. Таким образом, SR-70 2 нуждается в двигателе, который справится с обоими задачами. Для этого самолет будет использовать газотурбинный двигатель до достижения скорости 3 маха, после чего управление перейдет к двухрежимному прямоточному воздушно-реактивному двигателю. Чтобы минимизировать лобовое сопротивление, в самолете предусмотрено единое сопло для обоих типов двигателей. Lockheed Martin совместно с Aerojet Rocketdyne работают над созданием турбинной силовой установки с комбинированным циклом, которое обеспечит крейсерскую скорость 6 махов, вдвое превышающую скорость SR-70-1. Масштабные наземные испытания системы турбинной силовой установки с комбинированным циклом проводятся путем интеграции стандартного турбинного двигателя с двухрежимным прямоточным воздушно-реактивным двигателем с симметричными входом и соплом. Согласно данным портала Air Force Technology, SR-72 будет гиперзвуковым разведывательным самолетом, оснащенным новейшими технологиями для выполнения миссий на расстояниях, сравнимых с теми, что покрывает SR-71. Самолет сможет атаковать цели на любом континенте в течение одного часа, если будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, такими как High Speed Strike Weapon производство Lockheed Martin. Высокая скорость SR-72 даст ему возможность быстро преодолевать зоны противовоздушной обороны противника, по крайней мере, согласно теории. Долгосрочные планы ВВС США включают поддержку разработки SR-72, который, скорее всего, будет адаптирован для ведения боевых действий. Гиперзвуковой самолет SR-70. Два по всем показателям опережает своих предшественников, такие как экспериментальные модели X-43 и X-51 Wave Rider, которые были разработаны преимущественно для испытаний прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В отличие от этих платформ, SR-70-2 разрабатывается как многоцелевой аппарат, изготовленный с использованием современных материалов, включая углеродно-углеродные композиты. Эти материалы демонстрируют большую устойчивость к высоким температурам по сравнению с титановыми покрытиями, применяемыми на SR-70-1 для рассеивания тепла во время полетов на высокой скорости. Одним из главных вызовов для SR-70-2 станет борьба с перегревом, возникающим вследствие трения воздуха при скорости около 6 махов. О том, что такая проблема существует, я говорил ранее. Есть два возможных пути решения этой задачи. Первый заключается в использовании холодных конструкций, аналогичных тем, что использовались в космических челноках. Второй вариант предусматривает применение теплостойких материалов, таких как титан. SR-70-2 также сконструирован с упором на высокую скорость, малозаметность и универсальность применения. В случае ввода опытной версии самолета в эксплуатацию, она, скорее всего, будет оснащена современными авиационными системами и, возможно, искусственным интеллектом для автономной работы, функций, которых не имели предыдущие гиперзвуковые машины. Важно отметить, что технологии стелс могут быть неэффективными для самолета типа SR-72, так как материалы, поглощающие радиоволны, могут не выдерживать экстремальных температур. Более того, высокая тепловая сигнатура самолета значительно уменьшает эффективность большинства методов снижения заметности. Как и его предшественники, например, SR-70-1, самолет может оставлять следы, обнаруживаемые радарами. Тем не менее, благодаря своим впечатляющим скоростям и возможности быстрого ухода из зоны поражения, опережающим большинство традиционных негиперзвуковых ракет, эти потенциальные недостатки кажутся более гипотетическими. Подобно своему предшественнику, SR-72 способен работать на более экзотических видах топлива, таких как JP-7. Однако предполагается, что компания Lockheed рассматривает использование стандартного топлива, чтобы упростить логистику и снизить затраты на эксплуатацию. JP-7 представляет собой специальное реактивное топливо, созданное для самолета Lockheed SR-70-1 Blackbird. Это топливо было разработано с учетом особых требований для полетов на высокой скорости и больших высотах. У топлива JP-7 были несколько уникальных свойств, среди которых особенно выделялась высокая температура воспламенения, благодаря чему оно становилось менее подверженным возгоранию при низких температурах. Эта характеристика играла ключевую роль в обеспечении безопасности самолета во время высокоскоростных полетов. Термостойкость топлива, использованного в SR-71, имела важное значение для работы двигателей и авиационной электроники, так как оно также выполняло функцию охладителя. Уникальная формула JP-7 внесла значительный вклад в обеспечение выдающихся рабочих характеристик SR-71. Много обсуждений и новостей было связано с разработкой SR-72. В 2017 году компания Lockheed Martin объявила, что гиперзвуковой двигатель для самолета полностью готов к эксплуатации. Этому предшествовал ряд наземных тестов, которые, как предполагается, стартовали еще в 2013 году. Первый полет нового гиперзвукового ударного самолета SR-72 Darkstar намечен на 2025 год. Целью является ввод в строй двухмоторной версии к 2030 году. Этот проект выводит современные аэрокосмические технологии на новый уровень, и ожидается, что первые испытательные полеты станут ключевым шагом на пути от концепта до реального самолета. Несмотря на то, что самолет Darkstar из фильма «Лучший стрелок Маверик» не существует в реальности, его прообразом, несомненно, служит SR-72. Этот проект до сих пор окружен секретностью, поэтому информации о нем мне пришлось собирать буквально по крупицам. А теперь я расскажу вам о предшественнике SR-72 Darkstar — гиперзвуковом разведывательном самолете SR-70-1 Blackbird, и вы воочию сможете убедиться, насколько новый самолет круче предыдущего. В середине 60-х годов прошлого столетия жители крупных городов Америки начали обращаться к властям с сообщениями о необычных явлениях в небе. В ясную погоду внезапно раздавался гром, который быстро стихал и исчезал. Прошло время, но загадочные звуки продолжали беспокоить людей. Наконец, 10 июля 1967 года, когда количество жалоб значительно увеличилось, ВВС США выпустили официальное заявление. В нем говорилось, что причиной этих звуков были полеты нового сверхзвукового разведывательного самолета Lockheed SR-70-1. Эта история получила продолжение в виде нескольких десятков судебных исков от жителей, которые требовали возмещения ущерба, причиненного военными полетами. По решению суда, военные выплатили компенсацию в размере 36 тысяч долларов. Однако эта сумма была незначительной в сравнении с затратами на эксплуатацию SR-70-1, одного из самых быстрых и дорогих военных самолетов своего времени. Первый полет SR-70-1, известного среди военных под названием «Черная птица», благодаря своему внешнему виду, состоялся 22 декабря 1964 года. Этот самолет был предназначен для использования ВВС США, у которых тогда еще не было аналогов новому поколению сверхзвуковых разведчиков, таких как А-12, находившегося на вооружении ЦРУ. Фактически, SR-70-1 был модификацией двух других моделей – А-12 и YF-12, сочетающих в себе функции перехватчика и разведчика. Взлетный вес SR-70-1 составлял 172 тысячи фунтов – 78 тонн, а его главное преимущество – максимальная скорость в 2193,17 мили в час до сих пор остается непревзойденной. Основой системы охлаждения SR-70-1 служило специально разработанное для сверхзвуковой авиации США топливо JP-7. Оно непрерывно циркулировало от топливных баков через обшивку самолета к двигателям, обеспечивая постоянное охлаждение корпуса и одновременно нагреваясь до 608 градусов по Фаренгейту. Разбег SR-70-1 занимал около 4265 футов, после чего он отрывался от земли на скорости 248 миль в час. Спустя 2,5 минуты после взлета на высоте 4,7 миль и скорости 422,5 мили в час происходила дозаправка от воздушного танкера КС-135Q. После заправки пилот переключал управление на автопилот, позволяя самолету набрать высоту на скорости 534 мили в час. На высоте 15 миль и скорости 3 маха управление вновь переходило к пилотам. Основные районы разведки SR-70-1 включали Вьетнам, Северную Корею, Ближний Восток, Кубу и, вопреки предупреждениям командования ВВС, Советский Союз в районе Кольского полуострова. Во время разведывательных миссий SR-70-1 использовал несколько аэрофотоаппаратов, радиолокационную систему бокового обзора и тепловизоры. Панорамная аэрофотокамера находилась в носовой части самолета. Это оборудование позволяло SR-70 один за один час полета на высоте 15 миль обследовать территорию площадью 59 846 квадратных миль. Перед посадкой пилоты активировали автопилот. При снижении скорость самолета уменьшалась до 466 миль в час, а при заходе на посадку до 280 миль в час. Касание взлетно-посадочной полосы происходило на скорости 168 миль в час. После касания выпускался тормозной парашют, с которым SR-70-1 проходил 3609 футов. Затем парашют отстреливался, и самолет продолжал торможение с помощью основных тормозов. Конец 1980-х ознаменовался началом процесса вывода SR-70, один из состава ВВС США. Причины для этого были многочисленны. Частые аварии, высокая стоимость эксплуатации, дефицит и дороговизна запасных частей, а также уязвимость перед советскими средствами ПВО. Осенью 1989 года было окончательно решено снять SR-70-1 с вооружения. Противники этого шага настаивали на отсутствии достойной замены, подчеркивая, что спутники-шпионы, за которые выступали в Конгрессе и сами ВВС, оказались дороже и менее эффективными, чем черные птицы. Большинство самолетов были переданы в музеи, несколько остались на базах в неактивном состоянии, а некоторые экземпляры перешли в распоряжении НАСА и Пентагона. Даже если предположить, что проект SR-70-2 Darkstar окажется неудачным, накопленные знания могут способствовать воплощению человеческих мечтаний о гиперзвуковых полетах. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.